Привет, привет, помаши рукой. Привет, привет, помаши рукой. Руки протяни, ладошки покажи. Помаши рукой и скажи привет. Привет, 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 улыбнись друзьям. Привет, привет, улыбнись друзьям. Посмотри вперёд, посмотри в глаза. Улыбнись друзьям и скажи привет. Привет, привет, меня зовут Наташа, я работаю в Арапаху библиотеках. Сегодня у нас час сказок, и сегодня мы с вами почитаем, посчитаем. Я покажу вам букву А, мы поотгадываем загадки про животных. Вроде бы всё, поэтому давайте начнём. Сначала я хотела бы вспомнить с вами старые добрые ладушки. Кто помнит ладушки? Ладушки, ладушки, где жили? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Простоквашку. Попили-поели, полетели. Полетели-полетели и на головку сели. Запомнили. Запомнили? Давайте попробуем вместе. Приготовились? Ладушки, ладушки. Где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Простоквашку. Попили-поели, полетели. Полетели-полетели и на головку сели. Молодцы! Вы очень хорошо со мной поучаствовали. Теперь давайте вспомним цифры. В прошлый раз мы с вами говорили про цифры раз, два, три, четыре, пять. Помните их? И поэтому я хотела с вами вспомнить стихотворение Сергея Михалкова «Котята». Вы послушайте, ребята, что хочу вам рассказать. Родились у нас котята. Их по счету ровно пять. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Раз, котенок самый белый. Два, котенок самый смелый. Три, котенок самый умный. А четыре, самый шумный. Пять похож на три и два. Тот же хвост и голова, тоже пятнышко на спинке. Также спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята. Раз, два, три, четыре, пять. Приходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать. Ну вот. А сегодня у меня здесь есть разные животные. И я тоже хотела их посчитать. Как вы думаете, у меня их пять или больше животных, чем пять? Как вы думаете? Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять. Это животное? Нет. Это фрукт. И это не животное. У животных всегда есть глаза, нос, они двигаются, они живые. Но я всё посчитала или у меня ещё есть животные? Правильно, у меня ещё есть животные. Я посчитала один, два, три, четыре, пять. Или вот этот я посчитала, неважно. Но у меня ещё остались животные, которых я не посчитала. Значит, у меня больше, чем пять животных. А что же мне делать? Как мне посчитать остальных животных? Поэтому сегодня мы с вами поговорим про другие цифры. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И я возвращаюсь к книжке, которую мы читали в прошлый раз. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду зверей считать. Она написана Дарьей Герасимовой. И мы её читаем с разрешения издательства. Сегодня мы начинаем с цифры шесть. Цифра шесть лежит на строчке, как змея на летней кочке. В тишине она проснулась, до конца не развернулась. Смотрит, смотрит вверх она и спокойно, и длина. Шесть. Семь. Семь застыла на строке. Человечиком в колпаке. У него есть две руки. Видите, две руки. Невесомы и легки. Видите, какая красивая. Семь, как человечек. Цифра восемь. Два комка. Будто для снеговика. Два комка белым-белы, без ведёрка, без метлы. А вы любите лепить снеговика? Я люблю. Вот когда выпадает снег у нас в Колорадо, я всегда люблю снеговика. Его можно слепить из двух комочков, тогда будет похож на восьмёрку. А если его слепить из трёх, он уже не похож на восьмёрку, но тогда он получится немножко выше. Видите, какой красивый снеговик, да? Цифра девять. Круг с хвостом дремлет маленьким котом. Свесил котик хвостик вниз, и во сне гоняет крыс. Видите, котик. И он похож на цифру девять. Десять. Птица у гнезда, длинноноса и горда. Спят в гнезде её птенцы, ни синицы, ни скворцы. Маленькие птички, птички-единички. Видите, десять – это две цифры. Цифра один и цифра ноль. И вот про эти две цифры они нам рассказывают немножко. Один и ноль. Один и ноль, как два актёра учат роль. По строчке прыгают все дни, ведь десять рядышком они. То есть, чтобы сделать цифру десять, нам нужно использовать один и ноль. Вот такие цифры. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь мы можем проверить, мы можем посчитать наших животных. Давайте снова начнём. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И маленький малыш – десять. Десять животных. И про этих животных, не про всех, но про нескольких животных, я приготовила для вас загадки. А вы любите отгадывать загадки? Загадки – это такие маленькие стишки или истории, которые не говорят, про кого они, а вы должны подумать и попробовать угадать, кто это. Вот моя первая загадка. Смотрите внимательно на моих животных. Выпуча глаза сидит. Ква-ква-ква говорит. Поблошь ей прыгает. По-человечьи плавает. Выпуча глаза сидит. Кто сидит выпуча глаза, вы знаете? Кто говорит ква-ква-ква? Выпуча глаза сидит. Ква-ква-ква, говорит. по бложьи прыгает, по-человечьи плавает. Кто это? Кто говорит ква-ква-ква? Лягушка, да? Лягушка говорит ква-ква-ква. Помните? Лягушка. Вот, правильно угадали. Теперь приготовьтесь. Вторая загадка. В реках Африки живёт злой зубастый пароход. Кто это может быть такой? Кто злой и зубастый здесь из этих животных? Это животное зубастое? Фламинго зубастый? Он тоже, по-моему, в Африке живёт. Нет, фламинго не зубастый, у него нет зубиков. А у кого есть зубы из этих животных? Правильно, крокодил. Он злой зубастый пароход, он злой, он хватает всех, кто к реке подходит. Он у нас злой зубастый пароход. И моя последняя загадка. Приготовились? Весёлая проказница прыгает по лианам, хвостом за ветки хватается, очень любит бананы. Кто это? Кто любит бананы? Я люблю бананы. Наверное, это про меня загадка. Как вы думаете? Единственная проблема, у меня нет хвоста. У вас есть хвост? У меня нет хвоста. Нет, я проверила. Наверное, это не я. Кто же это может быть, кто прыгает по веткам и ест бананы? Правильно, обезьянка. У неё хвост есть, она любит бананы. Обезьяна. Вот такие вот у меня загадки. Вы молодцы, вы много угадали сегодня. Умнички. Вот такие загадки. Сейчас я хотела вам ещё рассказать про букву, про какую-нибудь. В прошлый раз вы помните, какую букву мы обсуждали в прошлый раз с вами? Ну, куда я делала свою букву? Потеряла. В прошлый раз мы обсуждали вот эту букву. Букву О. Помните её? На неё было много хороших слов. А сегодня у меня для вас новая буква. Буква... Что это за буква? Буква А. Это очень хорошая буква. Это первая буква в русском алфавите. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. А первая буква. На эту букву очень много хороших имён. Аня, Алиса, Арина, Андрей, Антон, Александр, Алексей, Анастасия. Очень много хороших имён начинается на букву А. И много хороших слов. Вот, например, есть вот такая штука. Знаете, что это? Апельсин. Апельсин начинается на букву А. Видите, она красная буква. Ещё один фрукт у меня есть, который начинается на букву А. Он с такой большой твёрдой косточкой. Абрикос. Абрикос. А ещё у меня есть один фрукт, в котором есть буква А, но не в самом начале. Попробуйте её найти. Где здесь буква А? Этот фрукт называется... Манго. Видите, она красная там буква. Буква А. Вот такая вот хорошая буква А. Она немножко похожа на домик или палатку. А вы тоже нарисуйте букву А сегодня дома. И придумайте на неё какое-то слово русское, которое вы знаете, которое начинается на букву А. Хорошо? А я вам хочу прочитать книжку, в названии которой есть целых две буквы А. Вы видите, где здесь буква А? Вот и вот, да? Книжка эта называется «Путешествие квака». И написал её Сатое Тоне. Эта книжка, мы её читаем с разрешения издательства «Поляндрия». Кто, кстати, такой квак, вы знаете? На кого похожа это животное? На нашу лягушку, да? Квак это лягушка, это и так его зовут. Лягушонок квак загрустил, да так, что и уснуть не мог. Если не удаётся уснуть, то надо считать овец. И вот когда лягушонок стал считать овец, одна овечка сказала ему. Во сне я бываю в разных местах и в разных временах года. Возьми меня с собой, попросил лягушонок. Быть может, тогда я смогу уснуть? Конечно, возьму, ответила овечка. И вдвоём они отправились путешествовать по сновидению. Сначала они прилетели на цветущий майский луг. «Ах, если бы и мы умели летать, увидев их, воскликнули маки». А вы знаете, в слове «мак» тоже есть буква «а», кстати. Смотрите, мак. Вот эти цветы называются маки. «А овечка и лягушонок уже полетели в новый сон и оказались в июне посреди пруда с кувшинками, какой-то рыбке снилось, что у неё появились ножки, и она может выйти на берег, чтобы полюбоваться землёй и небом. В новом сне лягушонок и овечка увидели, что они на июльском лугу, на котором росли вьюнки. Вот вьюнки цветы такие. «Как бы мы хотели взлететь на небо», сказали им цветы. «Лягушонок квак, и овечка снова пустились в путь. Теперь вокруг них было море, а в море плавали медузы. «О, если бы мы могли танцевать вместе со звёздами, в ночном августовском небе», прошептали медузы. Медузы – это вот эти вот, которые вот так тут плавают в океане. Такие морские животные. А лягушонок и овечка полетели в новые соны и очутились посреди сентябрьского пшеничного поля. Вокруг них, трепеща крылышками, летали стрекозы. Ну вот наступила осень. Становилось прохладно. Овечка и лягушонок квак отправились в октябрьский лес. Ещё недавно в лесу играли дети. Мы по ним так скучаем, сказали деревья. Лягушонок квак и овечка долго бродили по лесу, в котором становилось всё холоднее. Высоко на дереве они увидели птицу. Она сказала им, что очень бы хотела найти друзей. Сидя на ветке, под ноябрьским дождём, лягушонок, овечка и птица проговорили весь день. А потом лягушонок и овечка попрощались с птицей и побрели дальше по холодной дороге зимнего сна. Наступил декабрь. И с неба неслышно посыпались хлопья снега. Неожиданно овечка исчезла в снежной мгле, и лягушонок остался один. И сам лягушонок квак стал почти незаметен под январским снегом. А вы видите, где он, лягушонок квак? А то он почти незаметен. Вот видите, он такой идёт в снегу. Ему снова сделалось так грустно и одиноко. Где же, где же овечка? Лягушонок попал в новый сон, где февральская река была покрыта льдом. Он увидел на дереве аистов. Они держали в своих клювах цветы и тяисты. Значит, скоро весна, обрадовался лягушонок квак. И тут аисты рассказали ему, что овечка ищет его повсюду. Конечно, лягушонок отправился искать овечку и очутился в мартовском сновидении. Начиналась весна. Уже издалека лягушонок увидел свою подругу и очень ей обрадовался. А где он увидел? Вы видите, где овечка? Ну-ка, покажите. Видите? Вон, 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 вон овечка. Наступил апрель. Всё вокруг зацвело. Лягушонок понял, что путешествуя по временам года, они с овечкой стали настоящими друзьями. Он был счастлив. У него есть такая славная подруга. Он больше не грустит и может видеть яркие сны. И он побежал обнимать свою чудесную овечку. Смотрите, они обнимаются. Знаете, чем мне понравилась эта книга? Потому что в этой книге квак путешествует по разным временам года, по разным месяцам. Вы заметили, что там иногда был снег, иногда были цветы, иногда была спелая пшеница. В разных странах, в разных культурах люди начинают считать начало года с разного месяца. В этой книжке год начинается с мая. Мне кажется, может быть, там, где живёт автор, может быть, первый месяц – это май. Видите, какой красивый майский лук. Но там, где мы живём, в Америке, и где я выросла в России, обычно первый месяц года – это январь. Давайте посмотрим, как в этой книжке выглядит январь. Январь – это как раз тот месяц, где лягушонок потерялся. Помните, он потерял овечку? Весь такой заснеженный. Здесь, в Колорадо, тоже бывает очень много снега в январе. А потом у него февраль. В феврале он встретил птиц аистов. Видите, ещё всё очень холодно, и птицы сидят. Но зато уже, может быть, не так холодно, как в январе. Потом был март, такой синий-синий месяц, потому что весной обычно очень голубое небо. Может быть, ещё очень мало цветов, но уже тепло. А потом у него идёт апрель. Видите, какой красивый, цветастый апрель. Много цветов, много новой травы. Ну и после апреля у нас май, июнь. Видите, какой зелёный. Много травы в июне. Июль, много цветов. Август. В августе они говорили про звёзды. И в августе действительно кажется, что с неба звёзды падают. Сентябрь – спелая пшеница. Октябрь – красные деревья. Ноябрь – дожди и холод. И декабрь – снег. Вот такие 12 месяцев в году. Начинается у нас год с января, а заканчивается декабрём. Вот у меня даже здесь есть календарь. На календаре люди обычно смотрят, какой месяц. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И они могут посмотреть, какой сегодня день, какой сегодня день недели, сколько осталось дней, может быть, до каникул или путешествия. Люди очень пользуются календарём. И в нём эти 12 месяцев. И все они делятся на 4 времени года. Помните, в прошлый раз я вам рассказывала про букву «о», и мы говорили про слово «год». И в нём 4 времени года, 4 сезона. Зима, когда идёт снег, когда холодно. Весна, когда появляются первые листики на деревьях, и очень много светлого, яркого неба, голубое небо, маленькие облачка. Лето, когда все деревья зелёные, на них растут фрукты. И осень, когда листья на деревьях становятся красные, небо становится серое, листья потом опадают, и снова начинается зима. И так каждый год. Я вам хотела немножко про это рассказать, потому что мне кажется, эта книжка замечательна тем, что квак путешествует по снам и по месяцам года. Это здорово. Я надеюсь, что, может быть, вы возьмёте эту книжку в библиотеке и ещё раз прочитаете. А на сегодня, я думаю, мы уже закончили. Приходите к нам в библиотеку, берите много красивых, интересных книжек и читайте их со своей семьёй. Всего доброго. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова